В преддверии Дня Победы на площади у Арены Омск для жителей областного центра прошел большой праздник. Погрузиться в атмосферу 40-х-50-х годов смог любой, кто пришел сюда с семьей и друзьями. Организаторы мероприятия на одной территории смогли разместить выставку военной техники Омского гарнизона и ретро-техники, экспозицию военной атрибутики и трофеев, спортивные площадки, на которых можно было сдать нормы ГТО и поупражняться в стрельбе и многое другое. Помимо этого, любой участник праздника смог оставить слова благодарности для тех, кто отстоял свою родину в Великой Отечественной войне. Многочисленные конкурсы и акции, которые прошли в рамках этого мероприятия, подготовлены силами волонтеров регионального корпуса 70-летия Победы, бойцов областного студотряда и Министерства по делам молодежи. Мы чтим каждого ветерана, который прошел войну, который участвовал в войне, раздаем георгиевские ленточки, раздаем замечательные наклейки «Подвезу ветерана». В рамках праздника на центральной сцене прошел галоконцерт ежегодного областного конкурса патриотической песни. Его участники исполнили композиции военных лет, что нашло немало поклонников среди собравшихся на площади. Победителей и призеров певческого конкурса отметил в торжественной обстановке министр по делам молодежи Александр Фабрициус. Гран-при получил молодой исполнитель из Калачинского района Максим Шабанов. С песней «Ты же выжил, солдат». Хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял. Мне кажется, патриотизм вообще в наше время – это очень важное дело. И каждый народ, особенно в преддверии такого великого праздника, как 70-летие Победы, должен помнить и знать, какой ценой добивалась эта победа. А именно этот конкурс помогает всем людям узнать, как это все произошло с помощью песен. Красивым и символичным завершением праздника в преддверии Дня Победы стал флешмоб. Его участники выстроились на площади перед ареной Омск в форме голубя, олицетворяющего мир на земле. Отлично! Это праздник, селеной в наисках, это радость, со слезами на глазах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова